Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите шестую серию City Skylines. Мы сейчас наблюдаем за тем, как работает новый автобус на трамвайная развязка. Мне писали в комментариях, что стоит убрать этот мост, но посмотрите, насколько он прекрасно работает. Я подумаю над тем, как можно его сделать получше или что-нибудь исправить, но тем временем давайте покажу, что я сделал за кадром. Я немного переместил трамвайный путь, потому что я здесь поставил развязку немножко другую, для того, чтобы грузовики могли чисто по ней въезжать в промышленную зону, тем самым не захламляя основную дорогу. Переставил свалки, вернее я свалки полностью убрал. Да что ты будешь делать, вот. Я поставил только мусорозаводы и сделал для них собственную развязку. Получается, идея в чем? Они отсюда смогут доехать и в этот район прекрасно, вот съезжая сюда и попадая сразу на вот эту кольцевую развязку. Или же поехать по вот этой дороге и попасть в этот район, или же поехать тоже по туннелю и выехать здесь, и тоже попасть в этот район. Мне кажется, очень удобное место, но вернуться, соответственно, или с помощью вот этой развязки так-так-так вот и вот сюда заехать, или же вот тут по двусторонней дороге с того района выехать. Вот только поставил, посмотрим, как это будет работать. Попробуем в этом сезоне выжить чисто на мусороутилизационных заводах, без свалок. Попробуем, просто эксперимент. Не уверен, что с этого выйдет. Да, тут вот такую вот развязку сделал. Получается, они съезжают на бульварную дорогу. Да, конечно, тут не очень удачная такая вещь получилась. Возможно, сделаю тут потом развязку. Но если и такой перекресток будет справляться, то я не вижу в этом необходимости. Дальше идет разделение, и, соответственно, все остальное осталось как есть. Немного тут еще достроил, но еще пока не застраивал, потому что в основном у нас требуются зоны... Жилые. Где я хочу поставить жилые зоны? Жилые зоны я думал поставить здесь, возле реки. Поэтому... Что мы будем делать? Для начала я попробую здесь провести туннель под вот этими двумя туннелями. Хм, да, кстати, это тоже туннели. Немножко обрубим дорогу, но это не принципиально совсем, потому что сейчас я ее верну на место, просто заведу сразу в туннель. Да, сделал горячую клавишу на... Отвязку, привязку. Многие писали в комментариях, действительно хорошая мысль, правда, пока нашел. Много времени прошло. Так, вот такой плавный туннель. Есть. Заехали, ничего, даже не разрушили. А потом поднимаем, и наверх здесь. Включим только привязку на этот раз, и плавный такой под наклоном туннель есть. Максимальный, чтобы был, вот, да, как-то так. Чтобы все смотрелось максимально аккуратно. Тут, правда, тропинка стала абсолютно бесполезной. Давайте ее попробуем допродлить немножко, хотя бы до начала туннеля. Ну, хотя бы так, да. Немножко, конечно, странно, но пойдет. И теперь сделаем тут, на берегу реки, какой-нибудь очень интересный жилой район. Я, конечно, будет очень неудобно добираться людям. И отсюда, и сюда. Но, мне кажется, его тут стоит пос... Подожди, ну-ка. Что? Почему не ставится? Так, вроде бы все выключено, да? Странно. Ну-ка еще разок. Во, нормально теперь. Угу, ведем... Меня еще некоторые люди ругают за то, что почему-то кривые дороги ставишь. Потому что я думаю, что так покрасивее немного будет. Ну, и тем более, вот тут набережная, да? Очень даже хорошо получается. Так, очень аккуратно ведем. Недостаточно... Отлично просто. Недостаточно денег. Надо же. Вот чего-чего не ожидал, так это недостаточного количества денег. Тут и электричество рядом. Воду я проведу. Хотя у них тут рядом речка есть. Думаю, нормально им будет. Так, пока что так зарисовываем. Дальше оно соединится и с этой стороны, и так. Но мне кажется, здесь такое настолько прекрасное место, что его нельзя было не застроить. Чисто... А, им, наверное, шуметь будут водонасосные станции очень сильно, да? Давайте сделаем возле них, именно вот в этой зоне, коммерческую... Такую небольшую коммерческую зону. Да, вот так. И немного столбы порушим, потому что они нам тут уже и не нужны особо. Вот этот, по крайней мере, точно не нужен. Чтобы больше было места под застройку. Отлично, что тут коммерция. Да, 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 да. Все правильно. Можно даже немного вот тут такое кольцо сделать, да? Угу, давайте сделаем, наверное. Вот тут прямо нам и подсказывать. Недостаточно денег, да ладно. Нормально денег. Сейчас кредит буду брать. Ну, давайте попробуем. Ну, плюс-минус, конечно, не могу сказать, что я именно так и хотел. Но вроде бы неплохо. И я это сделал для того, чтобы можно было еще лучше соединить электросеть с городом. Так, и сейчас вот сюда куда-нибудь присоединимся. Вот прямо здесь я поставлю. Надеюсь, тут сейчас дома пойдут какие-то. Есть, все, пошло. А воды у них... Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Давайте вот так проведем. Прям от этой возьмем станции. Вот этих людишек нет, да? Ну, вот так будет. Все прекрасно вроде бы. Давайте проверим, если... Вот тут еще, да, может немножко совсем не хватать у кого-то. Ну, теперь все отлично. Ну, теперь все отлично. Да. Как тут можно выкрутиться, дорога построится или нет? Ну, знаете, достаточно ровно даже, да, получилось. Пусть так и остается. Возможно, стоит где-нибудь дамбу поставить, но она нам еще не открыта. До дамбы еще нужно дожить. Есть, восстановили потребность в жилых зонах. Пусть тут люди застраиваются. А тем временем посмотрим, что тут случилось по автобусам по трамваям. Много людей на остановке тут ждет. В чем идея? После нового... Хм, показалось, что мусоровоз – это автобус. В новом обновлении нам позволили регулировать количество транспорта отдельно на каждом маршруте. Здесь справа видно, сколько человек сейчас находится на каждой остановке. И видно, какая загруженность каждого из автобусов слева. Видно, что все автобусы загружены по полной, а люди на остановках все равно стоят. Как из этой ситуации можно выйти? Выйти из нее можно двумя путями. Первый – добавить автобусов. Второй – сделать еще один маршрут. Или же пешеходные дорожки, которые бы позволили людям как-нибудь переходить. Еще в прошлой серии я думал здесь что-нибудь построить, и я построю, наверное, коммерческую зону там. Проведу дорогу. Ровно? Да, достаточно ровно. Вдоль горы не буду. Вот так вот, чтобы оставалось место и с той стороны, и с той. И вот тут в тупик пусть она заходит, да. Теперь, что делаем дальше? Во-первых, проводим одну тропинку. Следующим образом. Так. Вот так вдоль трассы, аккуратно. Даже не включая анархию, она тут не нужна. Так, и я хочу соединить вот это ее. Ну, нет, ну, не надо рушиться, а. Так, уберу привязку, чтобы немного поаккуратнее построить эту дорогу. Я убрал привязку, нет? Давайте посмотрим. Вот, убрал, есть привязка. Вернее, нет привязки. А вот смотрите, все равно привязывается. Так, ну, ладно, пусть будет. Вот, тоже пойдет. Люди, я думаю, нормально справятся по такому холму ходить. Отлично. И сделаем пешеходный переход теперь с одной стороны на другую. Через коммерческую зону, которая сейчас уже здесь будет. Вот так вот. Все это позастраиваем. Почему это все коммерция? Потому что тут рядом трасса, и все равно шумно, и никто здесь жить не будет. Вот, я смотрю, еще хорошее место для тропинки. Так. Мне кто-то написал, что тропинки – это бесполезная штука, что это чисто для красоты. Ну, на самом деле нет. Тропинки позволяют людям передвигаться из одного места в другого, ну, само собой, это очевидно. Таким образом они, например, не будут ехать на собственной машине, да, если, например, человек работает здесь, а живет здесь. Он бы поехал на машине, наверное, вот такое большое расстояние. А так он может коротко по этой тропинке перейти или на велике проехать. Другой вариант – это, например, как вот эта ситуация. Человек живет здесь, а трамвайная остановка вот тут находится. Вот прямо вот она, да? Или, например, вот в этом доме живет человек, да, а вот трамвайная остановка. Он бы ехал на машине на работу, а так он может спуститься вниз по тропинке и сесть на трамвай. То есть тропинки, они при грамотном их расположении позволяют избавиться от пробок, как бы это странно ни звучало. Слушайте, знаете, у меня какая идея есть? Можно же тропинку схватить. Да, по-моему, получилось очень даже хорошо. Вот даже уже первый человек побежал, второй побежал. Я думаю, этим мостиком будут очень активно пользоваться. Они, получается, могут и туда спуститься, и к вот этой трамвайной остановке как-нибудь добежать. Думаю, очень даже неплохо. Дальше проводить этот мост нет смысла, вот им уже и так хорошо пользуются. И еще, возможно, имеет смысл соединить где-нибудь в этом месте, но я еще подумаю. Здесь самое такое классное место, я прям, да, смотрите, прям подобрал. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Классно получается. Такая развязка пешеходная, да, чудесно. Чудесно, надеюсь, этим действительно будут пользоваться, и таким образом мы сможем немножко разгрузить автобусный маршрут, где у нас и без того достаточно много пассажиров стоит. Да, все куда-то едут. А, кстати, можно просмотреть с помощью вот этого инструмента. Вот маршруты, да? Можно просмотреть маршрут отдельного человека, я сказал, маршрут отдельного человека просмотреть. А, ну, короче, как-то так. Вот, пешеходы, да? Так, удаляем это все. Оставляем только пешеходов. Видно, каким образом они на эту остановку приходят или куда идут. И хочу обратить внимание на то, что вот они прямо отсюда могут идти или... Господи. Кто-то очень любит походить, по всей видимости, и доходит пешком аж к вот этой остановке. Или это автобусный маршрут. Наверное, знаете, они по автобусам ездят на этой остановке. Короче, надо разобраться, тут не так уж все просто. Включаем дальше, пусть... Надо, кстати, перекрасить этот маршрут, да? Что-то я его забыл покрасить. 400 в неделю человек пользуется. Так, автобусный маршрут... Какой это будет, давайте, оранжевый. Оранжевый автобусный маршрут. Ну, или желтенький. Тут уж как посмотреть. Я еще так подумал, наверное, и дай мне в комментариях написали, если быть честным, что у меня, из-за того, что я запретил тут людям дорогу переходить, многие... Ну, действительно, очень сложно добираться. Скажем, если человек живет здесь, ну, или здесь, ему приходится идти аж на этот пешеходный переход, чтобы добраться до вот этой трамвайной остановки. Действительно, есть такая проблема. Действительно, такое есть. Поэтому все-таки разрешу переходить. Надеюсь, сильных проблем от этого не будет. Так, где тут запрет? Вот. Но тут не буду разрешать. Пусть, пусть, что хотят, то и делают. А вот это я оставлю в любом случае. Потому что... Ну, подумаешь, да, там пару клеток удалилось. На мой взгляд, это не так принципиально, как... А, такой вот мост. Его можно было бы даже еще провести, да, сюда, куда-нибудь дальше, но это уже смысла большого не имеет, как мне кажется. А, смотрите, у нас здесь еще один автобусный маршрут. То есть люди, получается, могут добегать и до этого автобусного маршрута, ехать куда-то сюда, попадать в эту зону. А давайте вообще просмотрим, как оно получается у нас. Да, вот они, получается, здесь садятся, могут на красный пересесть. Поехать туда куда-то могут. На белом доехать сюда, к трамваю, наверное, они так и делают. Да? Слушайте, а прикольно получается. Здесь вроде бы нет пока что пробки. Нормально получается. А с мусором тоже проблем нет. Давайте посмотрим на статистику. Состояние сжигания отходов прекрасно. Я сразу четыре построил, так, чтобы уже долго не вспоминать о них. Деньги есть, вроде бы мы в плюс даже идем, несмотря на все. Да, тут по дороге я все-таки плюнул, поставил обычную. Автобус заезжает в карман, никому не мешает. На трехполосный карман не создается. Вот здесь. Поэтому я решил в обход машины пустить. Ну, а здесь уже пусть едут как хотят, нормально. Вот все, автобус нормально подъехал, остановился. Так, еще потребность в жилых зонах я вот тут дорисую. И я хотел новую клетку купить. Какую клетку бы я взял? Я бы, наверное, взял вот эту, потому что здесь железная дорога. Хотя и вот здесь железная дорога. Одну из этих. Наверное, все-таки здесь, потому что тут я могу горнорудную промышленность развивать. А здесь нефть. Кстати, вот тут нефть есть. Наверное, в пустыне. Хм, интересный выбор. Ну, я думаю, мы быстро дорастем до новой клетки в следующий раз. Можно, конечно, тут, но я бы все-таки вот это взял. Да, давайте вот это возьмем и будем развивать горнорудную промышленность. Еще построим. Вот так. Кстати, это что у нас? Утилизационный завод. А я что тут? Завод построил? Ну, знаете, пусть будет. На самом деле... Господи, да сколько я в... Завода, я их шесть, оказывается, поставил. Я и не помню, чтобы я их тут строил. Наверное, это слишком много, да? Давайте один уберем. Хотя они так смотрятся, в принципе, ничего, да, в этой зоне. Может, пусть и стоят. Им легко отсюда выезжать, да? Вот в эту часть города. То есть, если вот эти отвечают скорее за вот эту часть города, да, им быстро они сюда попадают. То вот эти могут отвечать за вот эту часть, и они сюда быстро попадут. Да, наверное, пусть так и будет. Оставлю, рано или поздно они пригодятся. Это уж точно. Еще думал, может, поднять дорогу немного выше. Давайте сразу поднимем. Тоже деньги есть. Пока они есть, можно этим заняться. Только немного поаккуратнее хочу провести вот так вот. Как можно мягче. Да, вот так, так, так. И поднимаем на самый верх таким серпантином. Есть. А вопрос только, как теперь дальше быть. Ну, наверное, только так получится. Не знаю, что это за район такой, и что здесь будет. Наверное, обсерваторию какую-нибудь поставим. Других вариантов я не вижу. Ну, и здесь наверх тоже поднимем. Не знаю, зачем, не знаю, почему. Но, мне кажется, смотрятся такие дороги очень интересно. Еще жилых зон. Что я тут делаю? Я хочу продлить дальше эту дорогу и построить жилые зоны вот тут, на берегу реки. Мне кажется, это будет очень красиво, очень прекрасно. Только перед этим... А, перед этим, перед этим надо построить набережную. Конечно, куда же без набережной? Так. Поаккуратней, плавно. Главное, ничего не снести сейчас. Да, просто чтобы было больше места для застройки. Видите, оно позволяет немного дальше застраивать. И сейчас... Кстати, еще кое-что тоже сделаем. Немного тут можно сгладить. Где тут инструмент для разглаживания? Вот он. Размерчик не очень большой. Сила минимальная. Вот так. Давайте попробуем. Главное, ничего... Воу, стоп, назад. Отмена. Вот. Не то нажал и оказывается. Так, побольше размер. Да и силу побольше надо. Что-то я как-то... Слишком мягко. Так. Ну, вроде бы нормально. Но еще можно увеличить. Нет, размер я бы уменьшил все-таки. Чуть, по-моему, не работает. Давайте попробуем следующим образом. Вот это, по-моему, выровнять. Да, выравнивание ландшафта. Берем за основу вот этот уровень. И пытаемся выровнять. И у нас ничего не получается. Потому что... Потому что я не знаю почему. Давайте еще попробуем подровнять. Вот хотя бы так как-нибудь. Вот. Аккуратно. И здесь. И дорогу заново проведем сейчас. Потому что место возле воды... Во, отлично. Теперь дома нормально построились. Построятся. Место возле воды, оно очень дорогое. И не то. И очень прекрасное. Так, а вот тут мы бы могли... Че-то... Не, не можем. Хорошо. Да, с такой набережной совсем ничего не страшно. Дальше я не буду ее проводить. Наверное, вот так нормально как раз. Мало ли что, тем более. Гидроэлектростанцию будем потом думать, где поставить. Может быть, прямо вот тут и поставлю где-нибудь. Даже две можно. Одну так, одну так. Посмотрим, что с этого получится. Это достаточно уникальная карта в этом плане. Реки не часто расходятся сразу в две стороны. Включаем привязку. Да, горячие клавиши все-таки рулят. И ведем аж вот так, наверное, да? Потом тут тоже хватаем. И ведем в обратную сторону. Потрясающе. С новым обновлением невероятно удобно строить дороги. Удобно хватать там, где нужно. Так, как бы здесь снова не допустить ошибку и построить на этот раз правильную развязку. Я думаю о том, чтобы поставить две развязки, а не одну. Одну вот где-то здесь, и только она в ту сторону будет повернута. А одну здесь, и она в ту сторону будет повернута. Так, чтобы грузовики не переезжали там, ничего не делали. И думаю, я правильно поступлю, если сделаю именно так. Как я сказал. Самую обычную развязку. Правда, у нас денег-то не особо много. Включим, пусть деньги накапливаются. А тем временем буду ставить. Теперь надо придумать, что тут такое интересное сделать. Я думаю о кольцевой развязке самой обычной. На нее надо денег накопить. Чего у нас там? Жилых зон, да? Ну, достраиваем вот это все. Хотя нет, я там скоро буду развязку строить. Значит что? Наверное, заменим часть района на высокую плотность. Я уже давно об этом думал. Начнем с вот этих вот, возле автобусов. Это все будет высокая плотность. Ну, чтобы центр города смотрелся как-то повыше. Поаккуратней. Люди все равно стоят. Ну, это ладно. Далее, вот тут, наверное, полностью внизу. Заменим на высокую плотность. Так, весь вот этот ряд, да? И аж до вот этого перекрестка. Да, вот так намного лучше. И вот это можно тоже убрать. Вот это все высокая плотность. Просто чтобы смотрелось пореалистичнее немного. А там уже пригород будет. И нормально как раз. Так, да, да. Вот так вот намного лучше и намного интересней. Теперь это больше похоже на правду, больше похоже на город. Люди пользуются прям кошмар. Да, людей прибавляется. Кто-то что-то забрасывает. Что у нас по школам, давайте посмотрим. Школы мы поставить не можем. И у нас даже не построена, кстати, высшая школа. Может быть, кредит возьмем? Не часто я их беру, но в этот раз можно взять. Так, школа. Высшая школа, да? Может быть, прямо тут в центре и поставим, пока я еще не особо от чего-нибудь тут застроил. Возле парка, да? Так, так, так. Место занято, да? Не дает нам поставить. Школу. А можно прямо вот тут, возле остановок, кстати, поставить. Я думаю, это будет правильным решением. Давайте, все равно тут у нас так уже повелось, что особо ничего нет. А зато детям будет удобно спускаться, подниматься. Они вот приехали на автобус, сразу пошли сюда. Да, именно так. Правда, я думаю, они, да, вот начнут сейчас тут бегать. А как бы им так придумать, чтобы они бегали не так? Попробуем немного по-другому сейчас спустить. Вот такой спуск сделаем. Вот таким вот методом. Ну, как-то так, да. И вниз. Получается, смотрите, даже без всякой там анархии и так далее. Вот, теперь они будут спускаться по этому мостику. Тут все равно тут ничего бы не построилось. Зато детям удобно в школу ходить. Угу. Да, отлично. Еще жилые зоны требуются. Надо же. А что это у нас? Это у нас начальная школа. Две школы рядом. Опа. А у нас тут, оказывается, ничего не встроилось. Давайте тогда заменим весь этот район тоже на высокую плотность. Тут вот автобусная остановка тоже есть. Сделаем, наверное, следующим образом. Хак. Пока тоже ничего не стоит. Четверка привязку включаем. Ведем очень аккуратно. Есть ничего не задели. Чтобы сэкономить на, скажем так, во, нормально. И нигде никакой клетки не забрали. Только вот тут и все. Но это не так страшно. А что, если тут еще попробовать? Прям интересно. Сможем, ничего не разрушив? Так, аккуратно тут и... Да. Потрясающе. Сделали переход. Давайте деревья, может быть, посадим. Это у нас город какой-то без деревьев немного получается. А, так-так-так. Это что, небольшой бук? А дерево, давайте небольшой бук попробуем. Увеличим кисть. Какой-нибудь разброс сделаем. И посадим в городе побольше буков. А не садится? Нет, да, вижу. Садится местами. Так, очень аккуратно, очень плавно, без там всяких... Без излишеств, потому что это будет лишним. Но деревья нужны в городе, я согласен с этим. Здесь немного посадим. С таким разбросом. Тут не надо. Тут и так в лесной зоне полно. Побольше в городе деревьев нужно. Для разнообразия еще что-нибудь выберем. Еще что-нибудь посмотрим. Да, вот так намного лучше. Город принимает городской вид, как бы странно это ни звучало. Не получилось у нас разгрузить. А в таком случае что делаем? Строим еще одну трамвайную ветку. Трамвайную ветку в тот район. Это достаточно легко будет сделать. Правда, проблема единственная с деньгами. Ну, вроде 60 тысяч, нормально. Можно, кстати, кредит вернуть. Странно, так быстро деньги вернулись. А... А, кстати, можно ли отсюда начинать строить? А давайте проверим. Будут ли трамваи ездить, если я отсюда начну строить? Потому что мне не хочется рушить промышленные зоны. И если я смогу отсюда трамвайную ветку вот так вот закруглить, да, и туда куда-то пустить, на ту сторону, то это будет чудесно. В конце концов, никто же не запрещает через трамвайное депо пускать, правильно? Так, здесь теперь нужно очень аккуратно все посоединять. Я думаю, что сделаем максимально плавный спуск. Кхм, нет. Не то что-то. Получилось точно не то, что я хотел. Как это теперь обратно соединить? Давайте на паузе соединю. Ну, вернее, игру не буду просто включать. Вот, обратно соединил. И теперь, наверное, заменим сначала на трамвайные пути, вот двусторонние, да? Потому что это жесть. Так, и пустим по городу трамвай следующим образом. Да, странно, но зато эффективно расходуется площадь. Странно, вот иногда дома разрушаются, да? Я не могу понять, почему. Так, дальше здесь ведем. Потом. Потом, потом, потом. Надо как-то так. Надеюсь, он сможет повернуть на том безумном повороте. Есть сюда, на мост. Вижу, что удаляется много фрагментов моей суперразвязки пешеходной. Сейчас я ее обратно верну. В первую очередь, наверное, это сделаю. Так, здесь опускаем вниз. Не понял. Пауза. Так. Вниз. Привязка отменить. Вот так. Да, отлично. И здесь тоже вниз. Аккуратно подводим так, чтобы заборы совпадали, ничего не разрушилось. Да, все, соединили. А здесь все вернулось. Далее. Что по домам? Ну да, часть домов разрушилась. Воспользуемся, кстати, тем, что они разрушились. И просто заменим их на высокую плотность застройки. Тут даже тропинка осталась у человека. Не каждый дом, я смотрю, разрушился, да, только некоторые. Но это хорошо. Но то, что разрушилось, опять же, воспользуюсь этим и заменю. Так, так, так. Да, вроде бы нормально получилось. Сейчас еще здесь осталось соединить. И главное, про электросеть не забыть. И... А здесь просто трамвайными путями соединим. Вот такими. Люди, наверное, ругаться будут. Что ты нам тут трамвай провел? Да, вот эти вот, которые тут живут. Ну, простите. Нет, стоп, это не та дорога. Мне нужны чисто трамвайные пути. Вот они. Я, кстати, только что понял, что мне не нужны двусторонние трамвайные пути. Мне нужны односторонние, но уже ладно. Может быть, я захочу в другую сторону трамвая пустить. Правильно? Проверяю. Да, да, все нормально. А тут, я смотрю, тоже поудалялось. Давайте заменим и коммерцию тоже. Местами на высокую плотность. Так, здесь удалим. Совсем немножко разрушилось. Тут вернем. Да, вроде бы не так уж и много пострадало, как я думал. И это хорошо. Так, проверяю. Все, нормально. Запускаю тогда игру. Нет, стоп. Какой запускаю? Какой запускаю? Мне еще соединить нужно. Так. Очень аккуратно нужно к этому подойти, вопросу. Так, ну тут нормальное соединение, да? Теперь осталось сделать его нормальным и тут. Беру эту дорогу. Вот так. Ну вот, да. Да. То, что нужно. Возвращаем электроэнергию. Хух, все. Отлично. Теперь делаем новый трамвайный маршрут, наконец-то. Откуда бы его пустить? Он, получается, будет приходить так. Давайте сделаем, наверное, первую трамвайную остановку. Так, создать. Где тут создать? Я только что видел. Создать новый трамвайный маршрут. Я уверен, что он тут был. Ладно, давайте тогда с другой стороны начнем. Начнем. Вот тут трамвайный маршрут. Не знаю, тут надо, не надо, посмотрим. Далее сделаем обязательно тут. Чтобы они перебегали с этой остановки автобусной сюда на трамвай. Далее перед мостом. По аналогичной причине. Вот тут. Потом тут обязательно. Где-нибудь тут. Далее. Слишком большое расстояние тоже не стоит делать. Тут, но дальше уже просто идет так. Потом так. Правда, наверное... Хотя нормально пойдет. И дальше уже, кстати, вот тут, наверное, я сделаю остановку. Да. А тут уже не будет. Возвращаем назад. Ставим теперь. Тут остановка. Даже не видно. Так. А где он разворачиваться будет? Возвращаем вот эти вот все дороги. Отлично. Теперь остался последний штрих для этого трамвайного маршрута. Это его каким-то образом закольцевать. Он уже и сам закольцевался, кстати. Так, так, так. А как он теперь ездит? Пум-пум-пум. Что-то как-то сложновато получилось для меня. Сделаем следующее. Я скрою вот эти маршруты. Так. Поскрывал. Убрать это. Наверное, вот эта остановка нам не нужна. Во, да. Теперь другое дело. А вот тут остановка, да? И давайте вот тут сделаем. Вот, наверное, как-то так. Да. Думаю, нормально. Вот эту даже можно убрать. И трамвай, получается, по кругу поехал, развернулся и туда, в ту сторону уехал. Отлично. Смотрим. Десять человек уже пользуется. Если много не будет пользоваться, то что-нибудь уже придумаем. Но я думаю, что он ходит не в ту сторону. Да не, нормально. Странно, а что это он в другую сторону поехал? Посмотрим, работает ли моя вот эта схема, которую я придумал. Так, да. Трамвай должен сейчас проехать. Ну, этот нормально проехал. А тот должен завернуть сюда и проехать через депо. Я думаю, это нормальная тема абсолютно, да? Что через... Да, нормально через депо проехал. В конце концов, здесь тоже путь есть. Почему бы его не переиспользовать? Правильно? Да, наверное, правильно. Так, ну, вот этот финальный штрих, новую развязку, я, наверное, уже буду строить в следующей серии, потому что это затянулось. А на этом спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, идеи, пожелания. Еще раз, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии.